Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля — привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я буду продолжать говорить на тему, что новые мысли, они нам приносят и новую жизнь. Вы знаете, я уже много лет, уже служу, и много лет я смотрю на людей, я смотрю, как люди приходят в церковь, одни приходят, другие уходят. Я смотрю, что одни люди почему-то меняются, другие люди почему-то не меняются, одни люди становятся успешными, другие точно так почему-то прозябают, никаких перемен в их жизни не происходит. И я просто верю, что Дух Святой, он нас ведет в эту тему, об изменении нашего разума, потому что я увидел, что только то, что говорит Слово Божие, оно истина, а Слово Божие говорит, что какие мысли, таков и человек. Поэтому если мы видим какого-то человека, я говорю, ну это злой человек. Почему он злой, этот человек? Ну у него, значит, он так думает, он так мыслит, потому что его мышление определяет его поведение, определяет его слова. Правда ли? Говорим, это добрый человек, это такой милосердный человек. Почему он такой человек? Значит, он так думает, правда? Он так видит этот мир, он так поступает к людям, и поэтому Бог, конечно же, он добрый, и он благо, и поэтому Бог хочет, чтобы его мысли стали нашими мыслями. Он говорит, что между Богом и человеком огромное-огромное расстояние. Говорит, мои мысли, это не ваши мысли, как небо и земля, так они далеки. Но знаете, Бог, Он пришел с небес на землю. Для чего Он пришел на землю? Для чего Иисус принял облик человека? Для того, чтобы соединиться, сблизиться, и чтобы человек стал похож на своего Создателя, на своего Творца. И это здорово. Аминь. Аллилуйя. Поэтому очень важно, очень важно увидеть, очень важно изучать эту тему. Я верю, что Дух Святой побуждает изучать нас эту тему, потому что Бог действительно хочет, чтобы ты был успешным человеком, чтобы ты был здоровым, чтобы ты был счастливым. Знаете, я верю, что Бог не сотворил человека для унылой и несчастной жизни. Нет, Бог сотворил человека и сказал, я его сотворил по образу и подобию своему. И мы не видим, что Бог Он унылый, что Он Бог неудачник, что Бог постоянно жалуется. Мы этого не видим в Библии. Мы видим, хотя много-много чего плохого происходило, но Бог остается Богом. Аминь. И Бог вдохновляет нас быть людьми веры, верить в лучшее. Аминь. Бог вдохновляет нас следовать Слову Божьему, чтобы в нашей жизни не обстоятельства рулили и правили, а чтобы Бог правил в нашей жизни. Через что? Через Слово Божье. А как Слово Божье правит нас? Когда мы подчиняемся Слову Божьему. Аминь. Когда Слово Божье руководит нашей жизнью, тогда мы идем вместе с Богом. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому будем сегодня читать, будем смотреть и будем верить, чтобы действительно изменился образ нашего мышления. Чтобы изменился образ моего мышления. Скажи это себе. Знаешь, ведь твоя жизнь, она зависит, насколько изменится твое мышление. Когда ты родился свыше, твой дух возродился. И Бог говорит, я дам тебе новый дух и новое сердце. Но голова-то у тебя осталась старая. И чтобы было вот это согласие между новым и старым, Писание нам говорит, чтобы мы обновляли свое мышление. Понимаешь, в прошлый раз я говорил, что наше мышление это как ворота. Если эти ворота закрыты для Бога, туда ничего не попадает. И нет изменений, нет перемен. Но как говорит Псалом, что поднимите ворота ваши, и войдет туда Господь Царь Славы. Поэтому, когда мы открываем свое мышление, мы молимся, Господь, да, можешь молиться сейчас, Господь, чтобы мое мышление было открыто. Чтобы я понимал Твои истины, чтобы я слышал Твое Слово, и чтобы это не оставалось безрезультатным в моей жизни. Но чтобы Слово Божье, оно работало, оно приносило плоды и результаты. Аминь. И поэтому я могу сказать, почему у одних есть духовный рост, а у другого нет духовного роста. Почему одни меняются, другие не меняются. Все зависит, насколько меняемся мы, а то есть зависит, насколько меняется наше что. Мышление, мышление, ты знаешь, это недалеко от Тебя, Твоя голова навсегда рядом. Мы иногда думаем, мол, вот то у меня виноват, а тот у меня виноват, а этот виноват, и знаешь, всякие виноватые люди. Но Бог говорит, чтобы ты изменился, тебе не надо искать виноватых, потому что это тебе не поможет. Скажи, это мне не поможет. Что тебе нужно искать? Тебе нужно искать корень проблем, правда? Тебе нужно искать причину. А, причина, она в нас. Да, есть разные обстоятельства, плохие ли, хорошие, есть разное влияние, но это было в прошлом. Многие люди, они продолжают держаться за прошлое. Знаешь, когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог вывел Израиль из Египта, из рабства. Он их вывел. И все было прекрасно, и было пение, было ликование, были тамбурины. Была радость. Но, когда прошло какое-то время, эта радость куда-то ушла, она куда-то исчезла. Многие люди тоже говорят, вот, когда я пришел в церковь, когда я пришел к Богу, я был такой радостный, я был такой счастливый. Куда у меня все делалось, все куда-то пропало, все куда-то ушло, уже ничего нет. И они иногда так, в кавычках, ободряют, и других людей говорят, да, у тебя тоже скоро все пройдет, вот, походишь с мое, тоже таким же станешь. Вы знаете, мы понимаем, почему люди не меняются, потому что они не меняют мышление. И тот народ, который вышел, знаете, богословы говорят, что, в принципе, они могли дойти за 11 дней до обитованной земли. 11 дней, это же, это рядом, буквально рядом. Но, знаете, они проходили 40 лет. 40 лет. Ты можешь себе представить путь, который ты мог пройти к успеху за 11 дней? Они проходили 40 лет. Но что самое печальное, ведь это поколение так и не вошло туда. Так и не вошло. Вы понимаете, вот, как обидно, как говорится, быть рядом, но не попасть. Они уже ходили эти саглядаты, приносили плоды, показывали результаты, но, потому что не поменялось старое рабское мышление, они тяготели все время к старому. Всегда вспоминали чеснок, вспоминали колбасу, там, я не знаю, еще там что-то. Они жили старым, понимаете, вот, они жили старым, и они не обновляли свое мышление, поэтому они так и не научились жить по-новому. Но мы хотим новой жизни, говорит, да, я хочу здесь перемены, я хочу здесь, мне здесь нужны перемены. Бог говорит, все возможно. Возможно, когда ты будешь верить, и ты будешь менять свое мышление, перемены придут. С чем? С изменением твоего мышления. И мы будем сегодня говорить об этом, потому что, вы знаете, вот, действительно, печально иногда видеть, что люди тоже ходят, ходят, но они ходят как-то по пустыне все время. Как-то нет у них вот этого благословенного времени, когда они действительно расцвели, они раскрылись. Почему? Почему я это вижу? Почему я это замечаю? Потому что, знаете, Бог говорит, это кропотливая работа вообще, это кропотливая работа, менять свое мышление. Она требует усилия, она требует усердия, она требует посвящения. Но у тебя будут прекрасные результаты. Аминь? Прекрасные результаты, потому что какие мысли, если ты поменяешь мысли плохие на хорошую, у тебя будет все по-хорошему, у тебя будет все по-другому. Но если ты не поменяешь, как тогда ожидать этих результатов? Как ожидать хорошего, когда ты думаешь о плохом? Невозможно. Можешь ли ты себе представить, ты думаешь всегда о плохом, и говоришь, а почему у меня нет хорошего в жизни? Ты постоянно сомневаешься, не веришь, а почему мне вот Бог не отвечает? Поэтому это очень важно для каждого из нас. Для каждого, поэтому я просто молюсь, я хочу, чтобы ты захотел перемен. Ты захотел перемен. Знаешь, сколько бы я не хотел перемен, если ты их не захочешь, ничего не произойдет. Сколько бы Бог не хотел перемен в твоей жизни, сколько бы Он не говорил тебе, там и пророческое слово давал, и то. Но пока ты не захочешь, пока ты не будешь работать, да, написано, кто возделывает свою землю, у него будет урожай. У него будет результат, у него будет плодоносная жизнь. Плодоносная жизнь, она зависит от плодоносного мышления, правда? Аллилуйя! Итак, давайте мы с вами прочитаем. Мы сегодня будем читать Слово Божье, потому что это самое главное, что меняет нашу жизнь. Бог говорит, что не просто знание Слова Божьего, правда? Знание – это в начале, второе – это исполнение. Ты не можешь исполнять то, чего ты не знаешь. Поэтому в начале было Слово, Слово было Бога, да, и Бог нам дает Слово для чего? Чтобы просветить нас, сказать, вот путь, по которому тебе нужно идти, вот путь, по которому мне нужно идти, но тебе нужно идти по этому пути, правда? Если ты не пойдешь по этому Слову, ты не пойдешь по этому пути, перемен не будет. Смотрите, филиппийцам нам написано такое, что «наконец, братья мои, что только истина, что честно, справедливо, чисто, любезно, досословно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Видите ли, здесь нам апостол Павел говорит, он говорит, что должно наполнять нашу голову. Аминь. Знаете, наша голова – это не помойное ведро, это не мусорное ведро, чтобы туда бросать всякий мусор, да, всякую грязь, всякую непрестонную, всякую нечистоту. Тогда ты будешь тем, что ты туда кидаешь. И когда людям говорят, вот вам не полезно там смотреть какие-то фильмы, слушать какую-то музыку, что-то читать, ты понимаешь, ты должен фильтровать, 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 что входит в тебя. Что входит в тебя, а если ты не фильтруешь, ты не уважаешь себя. Вот как бы ты думал бы, да, если бы тебе постоянно кидали что-то, какие-то грязные, вонючие тряпки, носки там, не знаю, там все, и все это в тебя кидают, и кидают всякие непристойности, да, и так далее. И чем бы ты был наполнен, вот чем бы ты был наполнен? Тем, что в тебя приходит, да, в тем, что тебя приходит, это остается в тебе. Не думай, что ты посмотрел какой-то плохой фильм, и он ушел, нет, он в тебе остается. Информация остается, мысли, которые приходили, они остаются, и они потом работают на тебя, понимаешь? Это не то, что, знаешь, вот Бог, он не полицейский, и мы не говорим там, вот, знаешь, там то, вот каждый шаг там, мы будем следить за тобой, как ты думаешь, и мы хотим видеть все твои мысли на детекторе лжи, проверять тебя. Это твоя жизнь, понимаешь? Это твоя жизнь. Знаешь, иногда люди, да, они говорят, а вы лучше меня заставляете, а вы меня лучше там проверяете, а вы меня контролируете каждый шаг. Так, ты знаешь, но Бог не создал нас для диктатуры, Он не создал нас для тотального контроля. Он говорит, это твой выбор. И, конечно, Богу печально и больно, когда ты делаешь неправильный выбор, когда ты идешь не по той дороге, когда ты кидаешь в себя всякую грязь и всякий мусор. Ведь, говорит, не для этого я тебя очистил, не для этого я тебя спас, не для этого я пролил свою кровь. И поэтому Бог, он, знаете, нам говорит, но это наш выбор, что мы будем с этим делать, как мы будем к этому относиться. И он говорит, апостол Павел говорит, о чем тебе мыслить, о чем тебе мыслить, что тебе нужно, чтобы в твоей голове находилось. Он говорит, посмотри, посмотри, что пребывает в тебе. И тогда он говорит, и Бог мира будет с вами. Почему у многих людей много страха? Почему у многих людей много сомнений, неуверенности в себе, неполноценности и так далее, и так далее? Потому что у них нет мира. Почему нет мира? Потому что они думают о том, что приносит страх. Они смотрят, они слушают, они кормят свои страхи, они кормят свою неуверенность, они кормят свои сомнения, они бросают этим зверям, так сказать, постоянно им дают пищу. Ты знаешь, вот пока ты кого-то кормишь, он будет жить. Как только ты прекратишь кормить, все это сдохнет, этого не будет. И поэтому апостол Павел говорит, что тебе нужно, как тебе нужно думать, как тебе нужно жить. Аминь. Вы знаете, ведь люди, люди, даже плохие люди, даже очень злые, даже маньяки различные, они тоже могут быть добрыми. Ты знаешь об этом? Что маньяки могут быть очень добрыми. Например, я читал про Гитлера. Все знают, что нет такого маньяка, худшего, наверное, как Гитлер. Но вы знаете, что Гитлер очень любил свою собаку. Он очень трепетно относился к своей собаке. У него была такая собака, ее звали Блонди, знаете. И все удивлялись, как он трепетно относится к своей собаке. Это была немецкая овчарка, он так ее любил, он так хотел с ней проводить время. Что это такое? Он собаку любил, а людей уничтожал. Как такое может быть? Как такое может быть? Это может быть, потому что в его мышлении было, что его собака, она была более достойна, чем люди других наций. Правильно? Чем еще, чем евреи, цыгане и так далее. Все, кто не до человеки. То есть они не достойны его любви. Они не достойны доброты. И понимаете, даже самый злодей, почему он кого-то любит и кому-то добр? Потому что он так думает, что кто-то достоин его любви, кто-то достоин его доброты, а кто-то недостоин. И это не говорит, что он не может любить, что он не может быть добрым, что он не может... Он может, но в его голове созданы определенные стереотипы, определенные убеждения. И поэтому кому-то он добр, а кому-то он беспощаден. Я также прочитал, что Генрих Гиммлер, знаете, он отвечал за все концлагеря. Этот человек, у него была особенная любовь к конгорским кроликам. Знаете, такой, кролики, это не просто мех, да, он там любил этих кроликов, там брал их на руки, там целовал, может быть, этих кроликов. Но в это время тысячи и тысячи людей были замучены, были уничтожены, да, в этих лагерях смерти. И поэтому о чем это говорит? Что он не мог быть добрым, он мог быть добрым, этот человек. Но, так как его мышление было сформировано таким образом, что есть превосходство нации, одной нации на другие, на другими нациями. Что кого-то можно любить, а кого-то нельзя любить. Кто-то достоин доброты, а кто-то недостоин. Он, откуда это все приходит, понимаете? И поэтому в каждом человеке есть доброе, в каждом человеке есть и злое. В каждом человеке, просто каждый человек, он, знаете, даже если взять самого какого-нибудь бунтаря, вот такой бунтарь ему все, да, все, и уаааа. Ну, знаете, где-то он будет послушный, как кролик. Кому-то он будет, кого-то он будет слушаться. Кого-то он будет просто со вниманием внимать и смотреть, заглядывать, кажется, в рот. Почему? Потому что он понимает, что кто-то достоин, и он может слушаться кого-то. Правда? Какой-то авторитет есть у него. Поэтому мы понимаем, что как сформировано мышление, так и живет человек. И Бог смотрит на все это и говорит, я вам предлагаю. Я вам предлагаю изменения. Я вам предлагаю новую жизнь. Я предлагаю вам совершенно, совершенно уникальное средство. Это Иисус Христос и Слово Божье. Аминь. Чтобы мозги встали на место. Почему написано, почему все эти вещи происходят? Говорит, они не заботились иметь Бога в разуме. Вы знаете, Гитлер был верующим человеком. Он был верующим. Он по-своему верил, понимаете? Он по-своему верил. И у нацистской армии у них было написано на каждом ремне, на пряжке, с нами Бог. И почему? Потому что они думали, что у них вот Бог вот такой вот. В немецкой армии почти у каждого солдата был Новый Завет. Знаете, кажется, вот оно, вот. Почему? Но это превратный ум Писания говорит. Превратный ум. Превратный ум. Они не заботились, чтобы исполнять все Слово Божье. Они смотрели избирательно. Фашисты, они запрещали читать книгу Исфирь. Сейчас вот празднуется Пурием, да? Да, книга Исфирь. Почему? Потому что они говорят, ну, смотрите, евреи какие. Вот что евреи там задумали, да? Что они хотели, что произошло, потому что убили Омана и так далее. Вот эта вот избирательность, вот эта избирательность, она говорит о превратном уме. Бог говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Правда? Он не говорит, какой он национальности, какой он там цвета кожи. Как Бог говорит, в целом наше отношение. Но дьявол, отец лжи, он извращает. И поэтому начинается превосходство черных над белыми, белых над черными, желтых над синими и так далее. Но Бог, почему Он говорит, что придите ко Мне, я научу вас жизни. Аминь. Я научу вас. И поэтому Писание нам говорит, что идет целая война за влияние. В Коринфинах написано, что наша брань, она не против крови и плоти. Аминь. И оружие воинствования наше не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими мы пленяем всякое непослушание, которое восстает против познания Бога. Видите, что это на самом деле это борьба. Это война. За что? За влияние. За что идут все войны? За влияние. Чтобы что-то взять, чтобы над чем-то можно было влиять. И то же самое в нашей голове. Целое поле сражения, целая битва происходит. Но Писание нам говорит, что Бог дал нам оружие. Мы не безоружны. Аминь. Мы не глупые, потому что Бог дал нам свою мудрость. Аллилуйя. Бог дал нам своего святого духа. И Он говорит, вы должны понять, что когда в вашей голове будет порядок, в вашей жизни будет порядок. Когда в вашей жизни будет порядок, в вашей семье будет порядок, в ваших отношениях будет порядок, ваше поведение будет в порядке. Аминь. И это требует борьбы. Это требует борьбы. Это не просто так вот происходит. Нет, это борьба. Это война. Это настоящая война. Потому что дьявол, с одной стороны, борется за наше влияние. И поэтому он старается запихать на всякий мусор, всякую отраву, всякую ложь. Для чего? Чтобы взять нас в плен. Почему написано пленить? Потому что это война. И, как говорится, известно выражение на войне. Как что? Как на войне. Да, это французская поговорка. Она, думаю, всем нам известна. Да, это война. То есть она говорит, что это реальность. Это реальность, друзья. И апостол говорит, это реальность. Ты, может, не видишь, но у тебя там идет битва в голове порой. Даже сейчас кто-то сидит и думает, Оля, мне слушать пастора. Или мне там свои мысли. У меня там эфир забивает. Мне там то приходит. Мне вот это. Я с этим не согласен. Я с этим согласен. Мне это нравится. Мне это не нравится. И понимаешь, у тебя в голове вот это вот происходит сейчас. Но Бог говорит, я тебе дал оружие. Слава Богу, ты не безоружен. И Он говорит, пленяй. Бери в плен. В плен. Ты должен брать в плен, говорит, каждую мысль. Написано, всякое помышление. Не просто там какие-то отдельные мысли. Это мне нравится. Нет. Что Богу нравится. А что Богу не нравится. Если это не нравится Богу. Говорит, тебе это тоже должно не нравиться. Бери это в плен. То есть проявляй власть над этими мыслями. Проявляй власть. Скажи слава Богу за власть. Аллелуи. Поэтому написано, они, называя себя мудрыми, обезумели. Видишь, дьявол хочет сделать нас всех сумасшедшими. И Он хочет, наоборот, говорить, что, о, в церкви люди сумасшедшие. В церкви люди странные. У них ку-ку там какое-то, да? А мы самое правильное, дьявол говорит. Мы самое настоящее. Мы самые крутые. Что там в церкви вам скажут? Чему вас научат? Вот я вас научу. Вот я вам покажу. Вот я вам расскажу. Но, если ты знаешь истину, ты понимаешь, дьявол вовсе не крут. Он неудачник. Он проиграл. И его не ожидает никакого прекрасного будущего. Его ожидает вечное, вечное мучение. Поэтому Бог говорит, сделай выбор, пока ты здесь на земле. Определись, куда ты идешь. Аминь. И Бог говорит, чтобы здесь на земле уже было так же, как на небе. Иисус говорил, да, пусть придет твое царство. Пусть будет твое правление. Твое влияние здесь, уже сейчас. Поэтому некий говорит, вот я приду на небо, сейчас я здесь отмучаюсь. Нет, Бог говорит, ты здесь призван не мучиться, а влиять. Влиять на этот мир. Но как ты можешь влиять, когда на тебя влияет дьявол? Когда на тебя влияет мир? Когда твоя голова полна, как мусорное ведро. Оно набито всяким мусором. Тебя чуть потрясни. Оттуда там сигареты посыпятся. Из кого-то матершинные слова из кого-то начнут вылетать. Из кого-то еще чего-то будет вылетать. И Бог говорит, освободись от этого мусора. Аминь. Что-то тихо так. Еще мусора много, друзья. Выбросим мусор. Все дружно выбросим всякий мусор. Ему не место в нашей голове. Поэтому апостол говорит, думайте о том, что чисто. Она должна быть чистая, твоя голова и твои мысли. Слава Богу или нет. Поэтому, друзья, наша жизнь зависит. Наша самооценка зависит. Наше отношение к себе зависит. Друзья, вот как ты к себе относишься, правильно? А ты относишься к себе так, как тебя воспитали, может быть. Как ты, в чем ты возрастал, что ты думал, опять же, да? Что ты себе надумал, что ты себе придумал. И поэтому есть мышление, мы говорим, мышление побежденного и мышление победителя. И одни живут как побежденные, как жертвы, поэтому они всегда жалуются. Они всегда недовольны, они всегда ропщут, вот им не повезло, вот они такие. И о чем это? О чем это, друзья? Это говорится не о том, что хочет Бог, правда? Но они сами культивируют себе это. Они знают, что так нельзя думать, они знают, что так нельзя жить, но они продолжают этот мусор взращивать. Они продолжают кормить этого зверя неуверенности, страха, неполноценности, негативизма и всего-всего, что отравляет нашу жизнь. Ведь вы знаете, что Писание говорит, что помышления от греховной природы, они ведут нас к духовной смерти, а помышления о Божьем, они ведут нас к жизни. И это наш выбор, как, знаете, там написано, что вот я вам предложил жизнь и смерть, проклятие и благословение, но что говорит, избери жизнь. Избери жизнь, о чем ты будешь думать, так ты будешь жить. Знаешь, я тебе могу, многие люди, да, вот там вот мне сказали то, да, Бог тебе говорит хорошие вещи, но знаешь, если ты эти вещи не будешь внедрять и применять и тренировать себя, это не произойдет. Почему? Потому что если не изменится твое мышление, не изменишься ты. И чтобы Бог не желал, чтобы Бог тебе не говорил, и чтобы Бог не приготовил, ты не сможешь туда войти по причине того, что ты загружен другим. Другая программа действует, не Божья программа, да, программа на уничтожение. Программа греха, это программа на уничтожение. Дух Святой ведет нас к жизни. Аминь. Аллилуйя. И вы знаете, уже ученые, уже все это проверено, не только в слове. Есть такая известная ученая, она и проповедник, доктор Керлан Лив, может кто-то слышал. Она говорит таким научным языком, и порой не всегда, может быть, понятно, о чем она там говорит, ее надо переводить порой на нормальный язык. Поэтому это для тех людей, у кого научный склад ума, вы можете посмотреть. Она прямо исследует точно, как мышление влияет на гипоталамус, на мамамус. Там, как это устройство головы, она раскрывает нашу коробочку. Она показывает, вот эта мысль так подействовала, она пошла, появились протеины, появилось вот это, или не появилось вот это. И как это повлияло на то, на то. Она как ученый, понимаете, она верующая, она христианка, и она ученый. И если вы думаете, что, ну, там, да, это же, там, а, там, это, нет, Слово Божие, оно доходит до ученых, и ученый начинает работать, и начинает видеть, что это действует. Это действует, понимаете, это действует на нашу жизнь, это действует на наше здоровье. Алло? Здоровье, понимаешь? Она прямо все точно объясняет. Я не могу так объяснить, я не ученый, у меня нет такого словарного запаса, чтобы сказать, что она все там говорит. Ну, вы можете посмотреть это, вы можете посмотреть и послушать, и применять главное в своей жизни, потому что, вы знаете, Бог нас, написано, Он нас дивно устроил. И это не просто написано, я дивно сотворен. Да, ты дивно сотворен, но тебя можно и так же испортить. Можно сломать, знаешь, вот какой-то хороший инструмент, или какой-то хороший компьютер, или еще что-то хорошее, дивно работает, дивно все. Ну, возьми кувалду, дай, как говорится, по ней, ты просто разобьешь все. Ты разрушишь, или запусти какой-то вирус туда, да, неправильный, и Он уничтожит эту программу. Поэтому мы дивно сотворены. Это здорово, что Бог нас дивно сотворил. Но дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, и Он запускает эти вирусы в нашу, так сказать, программу, и она начинает поражать нас. Она ведет на поражение, на разрушение. И поэтому Иисус сказал, я пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы остановить разрушение, проклятие вашей жизни. Аминь. Но это зависит, насколько ты в это веришь, насколько для тебя это истина. Знаешь, мы можем верить в ложь и считать ее истиной. В прошлый раз я говорил, что я верил, что нет Бога, я был убежденным атеистом. Ну, мы можем быть убежденными неверующими или убежденными верующими. Но что произошло со мной, когда я встретился с истиной, с Богом? Эта истина освободила меня. И мой взгляд поменялся. Знаете, нам легко что-то говорить, когда мы чего-то не пережили, когда мы действительно этого не знаем. И я спорил с верующим, что я не знал Бога. Я не переживал, я не встречался с Ним. Как ты можешь говорить, что кто-то есть или кого-то нет, если ты никогда его не встречал? Если ты его не знаешь, как ты можешь говорить, что он такой-сякой, плохой или какой-то, если ты его не знаешь? И поэтому Бог, Он зовет нас, Он говорит, придите ко мне. Придите, вы усталые, вы обремененные, я вас успокою, я дам вам мир. Почему люди болеют? Уже ученые давно доказали, что да, да, это различные психические расстройства, да, это нервная система. Почему она у тебя разрушена? Потому что человек злится, потому что он боится, потому что он неправильно думает. И это ведет его к разрушению, это ведет его к болезням. Поэтому Иисус говорит, я взял все болезни. Для чего? Чтобы дать вам исцеление, слава Богу. Я пришел, чтобы спасти вас от самих себя, от мышления, которое убивало вас и уничтожало. Вы знаете, я не знаю, сколько здесь людей сидящих, они курили, они пили, они употребляли наркотики и так далее, и так далее. Что они делали? Сами себя уничтожали и еще за это платили деньги. Кажется, ну это сумасшествие. Это сумасшествие платить за свою смерть, платить за то, что убивает тебя. И вы знаете, эти люди порой, они были такие щедры, на алкоголь, на то, они не считали деньги. Но когда они пришли в церковь, они стали вдруг такими скрупулезными. Говорят, ну куда вот это, куда то, куда сюда, на благословение. И многие были щедры на плохое. Бог говорит, чтобы вы стали щедрыми на всякое доброе дело во имя Иисуса. Почему ты не становишься добрым на всякое доброе дело? Значит, проблема здесь. Значит, что-то не поменялось, не обновилась программа. Аминь. Значит, работает другая программа. Поэтому есть мышление нищих, есть мышление богатых. Есть мышление преуспевающих людей, есть мышление неудачников. Почему я так говорю? Потому что наша жизнь, она говорит то, что мы есть, потому что мы думаем. Потому что мы мыслим. И это истинно, друзья. Те люди постоянно жили в старом. И старое, греховное, оно всегда занимается чем? Обвинением и самосожалением. Но Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Это божественная жизнь. Слава Богу, скажи! Есть ли возможность? Есть. У Бога есть возможность. Потому что через крест Иисуса Он дал нам всем эту возможность. Да. Слава Богу! Слава Богу! Он дал нам вкус- Продолжение следует...